Приветствую вас, если отвечать на ваш вопрос прямо, то есть вот вы пишете, да, что делать в конце своего текста, что делать, что делать, чтобы что, не очень понятно, как мне отпустить эту ситуацию, понимаете, Дарья, чтобы отпустить ситуацию, вам нужно увидеть, что вы хотите, то есть просто отпустить ситуацию, чтобы отпустить, не получится, вам ведь условно не все равно, что происходит, вам ведь условно не плевать на то, что происходит, вы ведь условно хотите, да, ну, чего-то и от своей мамы, да, вам почему-то больно, вам почему-то обидно, вот, как бы не получится ситуацию отпустить. Более обиды это те сигналы, которые посылают вам ваше, условно говоря, подсознание о том, что вы делаете не так. Более обиды это те, скажем так, регуляторы, которые напоминают вам о том, где и что вы делаете неправильно, где и как вы поступаете неверно, где и как вы, скажем так, ну, вредите себе, например, например, да, вот, поэтому с болью и обидой нужно работать в первую очередь. Что такое обида? Начнем с этого. Обида это ожидание. Обида это ожидание. То есть почему-то вы считаете, что ваша мама, она должна вести себя по-другому, ну, должна, должна была вести себя по-другому. Почему-то вы считаете, что ваша мама может вести себя по-другому. Что, как бы, вот, тоже для меня достаточно интересный момент. То есть, ну, вы почему-то решили, да, вот, почему-то вы решили, а что значит, ваша мама может вести себя, как-то иначе. Вот. И связано это в первую очередь с тем, чего вы хотите. То есть, ожидания, любые, любые ожидания порождаются потребностями. Как всегда происходит. Так всегда было. Так всегда будет. Поэтому нужно определить, что вы хотите. Нужно определить, что вам нужно. И после этого уже смотреть. То есть, сперва нужно выделить то, в чем вы нуждаетесь. То есть, пройти по вот этой вот обиде, что вы хотите, что вам нужно. Мамы-то вам все так говорят. Да. Да, к примеру, вам нужна от нее, допустим, поддержка. Да. Ну, к примеру. Вам нужна от нее любовь. Ну, к примеру, да. Вам нужна от нее, там, не знаю, похвала, там, может быть, что-то еще. То есть, вот в этих направлениях, в этих направлениях, вам нужно двигаться. Тогда обиды не будет. Нормал. Потому что, ну, а откуда им будет взяться тогда, если, условно говоря, да, вы вот увидите, что стоит за обиды. Дальше. Что касается боли, то боль это, условно говоря, боль это индикатор вашего развития. То есть, где-то, где проявляется боль, вы, условно говоря, ну, себя, себя, именно себя, ну, скажем так, не очень хорошо, знаете. Знаете. Везде, где проявляется боль, вот, вы себя не очень хорошо изучили. Везде, где проявляется боль, вам нужно корректировать свое поведение. И везде, где проявляется боль, ваши убеждения, ваши установки, ваши взгляды не несут вам какого-либо удовлетворения. То есть, это все необходимо менять. И только через, только через перемены, только через изменения, можно рассчитывать, что боль уйдет. Но, но, такое впечатление, что вы не очень-то хотите обратно себя ответственность за то, что происходит. Так, вам такое впечатление, что проще, проще, ну, не знаю, например, ругаться с мамой, да, проще, там, обижаться, злиться, трястись, что, кстати, влияет на ребенка, чем что-то решать. Ну, давайте обо всем по порядку. Мне 25 лет, пишите вы, я живу одна с ребенком у своих родителей. Так, где с нами живет мой брат, ему 18, но не скларывается отношение с мамой. Смотрите, если у вас 25 лет и у вас ребенок, значит, как минимум, вот были отношения с мужчиной. И отношения с мужчиной по каким-то причинам не сложились. Нужно определить, по каким причинам они не сложились. Потому что то, почему не сложились ваши отношения с мужчиной, является прямыми причинами того, что происходит сейчас. Ибо вы одна, вы та же. То есть, почему произошло разрыв, почему вы живете одна с ребенком и так далее. Почему в 25 лет у вас есть ребенок. То есть, вы, условно говоря, позволили себе в 25 лет родить. Для того, чтобы, ну, как-то, встать на ноги, да, развиться, там, материальное положение свое, как бы обеспечить. Да, почему вот этого слова не сделать. Вот, это не обвинение. Это просто вопрос. Вопрос к вам. Об этом надо подумать. Вот. Дальше, я живу, значит, у своих родителей. Также, с нами живет мой брат, ему в 17 лет. Но я полагаю, что для ребенка, опять же, в 8 месяцах, подобная, ну, подобная обстановка, да, не является чем-то хорошим, чем-то приятным, благоприятным и так далее. Дальше, у меня не складываются отношения с мамой. На самом деле, то, что у вас не складываются отношения с мамой, это вполне себе естественно, да, вполне себе естественно. И вот почему. Дело в том, дело в том, что для того, чтобы выстраивать отношения с кем угодно, необходимо человека, с которым бы выстраивать отношения. Принят. То есть, его нужно принимать полностью. Вот. Таким, как он есть. Вы, скорее всего, себя полностью не принимаете. Потому что полностью себя не принимает и ваша мама. То есть, именно поэтому вам так сложно. Значит, нужно определить, что вы в себе не принимаете, принять это. Нужно определить, что мама в себе не принимает. Понять ее, да, и после этого будет легче. Они всегда были неоттянно оттянутыми. Ее словами у нас не вечная война. Ну, смотрите. Вечная война это что такое? Вечная война это борьба. А борьба, когда становится возможной. Борьба становится возможной тогда, когда люди пытаются друг другу что-то навязать. Когда люди пытаются за счет другого, да, что-то для себя получится. То есть, по сути, они демонстрируют зависимость. По сути. Они по сути демонстрируют зависимость. Вот. Именно поэтому вы и боретесь со своей мамой. Именно поэтому у вас не война. Потому что и вы, и она зависимы друг от друга. Не зависим от нее, она зависим от вас. В чем зависим, зависим? Вы дальше раскрываете. Я пока скажу, что ваша мама зависима от того, что она для вас видит. И как она вас воспринимает. А вы зависите от нее, судя по всему. В том, что касается, ну вот, жилплощади каких-то ее, каких-то ее взглядов на жизнь, на жизнь. Но все равно на вашу жизнь совместную. И так далее. Опять же, зависимость лучше выделить. Если раньше я не понимал причины наших конфликтов, то сейчас всякая приема начинает происсняться. А знаете, причины конфликтов как таковых нет. Причины конфликтов как таковых нет. То есть нет каких-то объективных причин для конфликтов. Вот каких-то объективных причин для конфликтов нет. Конфликт с другим человеком всегда является переносом своего, личного конфликта на другого человека. Все. Поэтому никак, никакого объективного конфликта, в смысле, что вот есть какая-то причина, по которой, там, мы вздоримся, допустим. Нет. Никаких причин нет. Дальше. Она меня страшно раздражает и злит тем, что она вредная, инфантильная, тревожная, глупая, циничная. Мне почему-то дико обидно, что она мне не доверяет, манипулирует мною, контролирует во всем. Вот вы пишите, меня страшно раздражает и злит, что она вредная, инфантильная, тревожная, глупая и циничная. Вас раздражает, что она такая. Значит, на вас это как-то влияет. Как влияет? К примеру, это может быть тем, что вы видите в себе, что вот вы такая. Ну, вы можете чувствовать себя такой. Вы можете ощущать, что и вы можете быть такой же вредной, там, антильной, циничной и так далее. Почему-то же отношения у вас с мужчинами не сложились. Почему-то же качества вашей мамы вас сцепляют, задевают, взгляд. Может быть, вам хочется такой быть, но вы боитесь. Например. Да. Вот. Ну, то есть, вы боитесь, к примеру, проявлять такие качества, потому что считаете, что это обязательно чем-то плохо закончится. Хотя эти качества, это как инфантильность, вредность, физичность и так далее, можно проявлять и позитивно. Главное с умом это делать. Психолог, опять же, вас этому может научить. То есть, это не проблема. Так. Мне почему-то дико обидно, что она мне не доверяет. Вот. Вот. А почему вы считаете, что она должна вам доверять? А почему вы считаете, что она не должна вами манипулировать и не должна контролировать вас? Почему вы считаете, что она должна вести себя по-другому? А самое главное, может ли она вести себя по-другому? Может ли она доверять вообще кому-либо? Потому что, чтобы доверять кому-то, нужно доверять себе. Нужно доверять себе. Себе она не доверяет. Поэтому и доверять кому-то она не может. Если ты не доверяешь самому близкому человеку, то есть себе, ты не можешь доверять никому. Знаете, какая история? А если доверие и возникает, да, к примеру, к примеру, если доверие возникает, то оно возникает в виде зависимости. В виде потребности в слиянии, что, собственно, и делает ваша мама, да, в отношениях с папой. Принижает его, контролирует его, обесценивает его. Вот. Только такой вектор развития отношений может быть, ну, условно говоря, удовлетворительным для вашей мамы. Опять же. То есть, есть вопрос, да, на чем базируются ваши ожидания? Ожидание того, что она будет вам доверять, что она не будет вас контролировать, что она не будет вами манипулировать. Зачем вам это? Для чего вам это, что вы хотите? Для чего вам, например, ее доверие? Вот. И, соответственно, на чем вы основываетесь в своих ситуациях? Почему вы считаете, что по-другому быть не должно? Дальше. Если расследовать без эмоций. Я понимаю ситуацию со стороны. Понимаю ситуацию со стороны. Нет. Вы не можете расследовать без эмоций. И со стороны ситуацию понять тоже. я хотел, потому что вы не можете выйти за пределы своего собственного взгляда. Это может сделать другой человек, наблюдатель, не заинтересованный эмоционально в вашей ситуации. Ну, не вы. Никак. Никак. А я живу, уже будучи взрослой, с ребенком на их территории, и по идее должна бы прогнуться, проигнорировать и промолчать. Почему? Почему вы должны были прогнуться, проигнорировать и промолчать? Ну, с какой стати? Да, вы живете с ребенком, будучи взрослым на их территории. Ну, простите, разве не их выбор вас, к примеру, принять? Разве не их был выбор принять вас с ребенком? Разве они не позволили вам жить у них на их территории? Как вы говорите? Вы же не насильно, в конце концов, пришли с ним в дом? Нет. Они позволили. Если они позволили, значит, это их ответственно, что они позволили. Не ваша, а их. Так с какой стати вы должны прогибаться? Какой стати вы должны игнорировать и молчать? Нет, научиться бесконфликтному общению можно. Научиться бесконфликтному общению. Но этому именно учиться. Этому именно учиться. Но молчать и игнорировать, нет. Прогибаться, тем более. Вот опять один вопрос, да? Откуда у вас это взялось? Откуда у вас взялась эта позиция? Дальше. Меня трясёт до белой колечки от злости её поведения. Поведение это вас задевает. Соответственно, вам нужно разобраться с тем, почему вас это задевает. И взять ответственность на себя за это. Смотрите. Ваша мама, она поступает как? Она как бы говорит. Я делаю сперва что-то для тебя. Да? Я, допустим, тебе помогаю, к примеру. Я там что-то для тебя делаю. Я стараюсь. Вот. Потом я тебя обвиняю. Потом я тебя обвиняю. И получается, что я, как бы говорит мама, не несу ответственности за себя. Я не несу ответственности за то, что я делаю. Не беру на себя ответственность. Ведь я же приняла тебя, да, приняла тебя с ребёнком. Значит, это моя ответственность. Значит, я обязан, если я взяла на себя такую ответственность, я обязан ее поддерживать. А я этого не делаю. Ну вот. Обвиняю тебя, свою дочь в том, что ты плакает и так далее. Что я делаю? Я переношу ответственность на тебя. Что вы делаете? Вы также приносите ответственность уже себя на нее. То есть, ваша мама не умеет нести личную ответственность. И вы не умеете нести личную ответственность. Вы обвиняете ее. Вы говорите, что это она виновата. Что меня трясет от злости на ее поведение. Но нет. Нет. Ее поведение всего лишь вызывает у вас определенные чувства, которые вы себе подавляете. Которые вы себе запрещаете. Вот и все. Отсюда и злость. Дальше. Для сравнения. С отцом мы тоже ругаемся. Иногда. Но после ссоры быстро остывая. Не принимаем близких с сердцем. Мы с ним не общаемся особо. Вообще никогда близки не были. Он с моим братом тоже. Это его особенность. То есть, мужчина такой отдаленный. У вас получается. Мужчина такой отдаленный. Значит, мужское начало стоит достаточно далеко. Это значит, что вы не очень хорошо чувствуете мужчин. И именно мужское начало вас разве-то достаточно негативно. Плюс ко всему совершенно очевидно, что отец не учил вас в позитивном смысле быть женщиной. То есть, как бы, не учил вас быть красивой, не учил вас, что вы можете быть привлекательной там и так далее. Это такая вот первичная восприятие себя. Этого не было. Отец был отдален. И это наложило отпечатки на вас тоже. Потому что 25 лет, еще раз повторю, вы одна с ребенком, совершенно непонятно зачем. Не имея своей квартиры, не имея, судя по всему, какой-то четкой профессии, да. Не имея своей карьеры, своего карьерного роста, почему-то вызвали ребенка. Вот. И, блин, все расстались с мужчиной. Судя по всему, да, это не был ваш муж, и вот. Все это говорит о том, что мужское начало, мужское, мужское начало ваше мышление и ваше поведение отсутствует. То есть, вы только женское. И эта женская, она негативная. Что смысл, что это зло, что это раздражение и так далее. Смотри, как ведет себя ваша мама. Что касается отца, опять же, да, то отец боится близости. Отец боится эмоциональной близости. Ну, с вами, да, не с вами, не важно. Боится эмоциональной близости. И вы боитесь тоже. Отец не доверяет, к примеру, вам и своему сыну. И вы не доверяет другим людям. И вы другому человеку, возможно, к себе не пропускает. Вы пишите, эээ, так, эээ, вы пишите, эээ, соцом мы тоже ругаемся иногда. Вот, понимаете, да, мы, мы, не мы, нет никаких мы, Дарья. Нет никаких мы. Есть вы. Есть вы та, кто ругается зацом. Не мы. Но вот здесь нет, эээ, личной ответственности за то, почему именно вы ругаетесь. То есть говорить нужно не мы ругаемся, а я ругаю с кем-то. И, эээ, если спросить, почему уже вы, Дарья, ругаетесь, то ответить придется вам самой. Смотреть придется только на себя, не на других людей. Дальше. Эээ, опять, такие я ведь воспринимаю это спокойно. Эээ, ну, во-первых, вас это меньше задевает, там, с отцом вы не близки. И, во-вторых, эээ, мама привила, привила, эээ, вам отношение к мужчине, да, как, ну, к чему-то сверху вниз, вот, вот, к чему-то, эээ, с трассортом, там, недостойному, и прочее, 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 прочее. Ну, возможно, именно поэтому, мужчина для вас, в принципе, не так важен и значен. А вот любви, любых мамы, к примеру, да, вы хотите до сих пор, как бы, завоевать. Вот, значит, в моей голове сложился образ, что клавида стоит среди моих родителей мать, так она без влашения к нему отношула, всегда подавала мне примеры. А, возможно, потому что он не задает иллюзий никаких, в отличие от нее. А, ну, для начала хочется вас спросить, осознаете ли вы деструктивность, эээ, осознаете ли вы деструктивность этих, эээ, убеждений. Что, во-вторых, свою роль занимает женщина, что мы к мужчине нужна относиться неуважительно, сам, и так далее. Это нужно менять, да, это нужно корректировать, потому что отношения с мужчинами у вас именно поэтому не складываются. Дальше, эээ, он мне не создает никаких иллюзий, в отличие от нее. Если честно, я здесь не очень понял, что вы имеете в виду. Что вы имеете в виду, когда пишите, что он не создает мне никаких иллюзий, в отличие от нее? То есть, эээ, вот, серьезное, даже гадать не буду, просто, ээ, отжитов вы сами для себя это прояснили. Как это, что это значит? То есть, кто кому иллюзию создает? Вы создаете иллюзию своей мамы. А зачем, если вы создаете иллюзию своей мамы? Мама создает иллюзию вам. Как это происходит? Что-то непонятно. У нее, как будто, рассвоение личности, она говорит, ээ, так, эээ, рассвоение личности, это немножко другое. Я полагаю, что ее просто, эээ, бросает от стороны в сторону, да, такой, такой вот, эээ, есть эээ, маниакально-депрессивный синдром, синдром, да, маниакально-депрессивный синдром. Вот у нее, наверное, такая же история. Энергия, это может быть и биполярное расстройство, но все в чем? Человек кидает в крайности, в крайности, в крайности, в крайности. То есть, по сути, эээ, у человека происходят такие достаточно резкие перемены. эээ, припады настроения, эээ, припады настроения. Вот. Эээ, почему так происходит, да? То есть, из-за чего происходят такие, эээ, припады настроения? Сказать, эээ, обнозначно, сложно, но, как правило, эээ, начало это... эээ, своё берут, эээ, из, эээ, взаимодействий с, эээ, родителями, то есть, родители вашей мамы, скорее всего, ругали её и хвалили её же за одно и то же. Там стихотворение получилось, отсюда, отсюда, и ваша мама стала вести себя, ну вот, таким образом. То есть, ну, её скачущее настроение, это вот причина вот неустойчивостью понимания того, что хорошо, по сути, а что плохо. Вот. И поэтому ваша мама так себя ведёт. Ну, а вы, 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 соответственно, воспринимаете всё за чистую монету. Вот. И, вам кажется, у неё разводение личности. Понимаете, а даже если у неё разводение личности, если вы понимаете, что совсем неестественно, происходят у неё такие, такие вот, перепарные настроения, если вы это понимаете. что, а что же вы её всерьёз-то так воспринимаете. Ну, разве можно воспринимать человека всерьёз, если у него такие вот серьёзные перепарные настроения? А вы воспринимаете. Вот. Вопрос заключается в том, опять же, почему. Она говорит, ты знаешь, я вот думаю, ведь этот мальчишка, мой сын, этот мальчишка, это уже пренебрежительное отношение к нему, я не знаю, ну, я не знаю, чувствуете ли вы это или нет, но это уже негативное отношение к мужчине мальчику. Вот. В том смысле, что этот мальчишка, это что-то такое, вот, знаете, обесценивающее, вот, то есть, этот, да, этот мальчишка, это такое вот критикующее, обесценивающее восприятие. Вот. То есть всё, в принципе, дальше после этого уже можно не слушать маму, потому что, чтобы она не сказала, да, это будет, как бы, ну, это будет всё про это, по сути, по сути, вот. Но вы, вы, судя по всему, по всему, да, для себя это вот не выделили, судя по всему. Ну, что-то вам казалось, что это, ну, нормально, может быть. Хотя, это не, не, это не, не нормально. Дальше. Самое главное, и ваша близость, и воспокойство, и вот, чёрт с ними, с этими грязными тарелками, тут такая ерунда, я сама их могу помыть, зато вы так близки с малышом, я нас так люблю, давай обнимемся. Это не совсем нормальная позиция, потому что грязные тарелки есть грязные тарелки, и, как бы, их нельзя обесценивать совсем, да, их нельзя обесценивать совсем. Ну, и, конечно, как-то вот, чрезмерное, ну, чрезмерное внимание уделять им, что же не стоит, да. А ваша мама, она, видите, как говорит, что это вообще всё полная фигня, и что это всё вообще не стоит даже внимания какого-то, да, давай, типа, я сама это всё сделаю. То есть, опять же, относиться к этому, буквально, да, принимать эту чистую монету нельзя, потому что это явный перекос, это явный перекос в восприятии проблемной ситуации, вот. Понимаете? А у меня такое ощущение, да, что вы верите, что вы хотите, чтобы это было правдой, что вам хочется, чтобы это было так, вот. Такое у меня возникает ощущение, по крайней мере. Вот. Но это, это не может быть так. И это, наверное, не должно быть так. Потому что, ну, я объясню. Я объясню, почему, почему. Дальше. Значит, так. Через пару недель её переклинят, она начинает бороться, чтобы я хотел снимать квартиры, что я ценил, что я достал, что я плохая, что у меня даже нет друзей. Ну, правильно. Человек не может выражать свои чувства. Человек не может выражать свои эмоции адекватно. Человек либо всё хорошо, либо всё плохо. Вот. Это крайне. И... Как бы, в режиме реального времени, да, вот, в режиме реального времени, выразить то, что её беспокоит, она не может. Она себе копит, 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 потом выплёскивает. Ну, а это так и работает. Именно поэтому отсюда, именно поэтому отсюда происходит то, что происходит. Именно по этой причине, 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 причине. Вот. Тут даже разводения личности, с точки зрения психологии, наверное, нет. Просто она себе... Подавляет, 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 потом... Как бы... Это вырывается, и... И... Собственно, она просто об этом говорится. О том, о чём надо было говорить просто постоянно. Дальше. Эээ... Эээ... В общем, всячески меня доводит до агрессии, либо слезы. Нет, агрессия и слезы появляются у вас. Не по... Не по причине... Эээ... Не по причине поведения своей мамы, нет. Агрессия и слезы у вас появляются из-за... Эээ... Эээ... Своя реакция на... Выпишите, я опускаю. Говоря о гардности ей. С отцом, тем, что, к примеру, промолчил. Не брал, пойдут себе джебы минуты на чёрное. Ну, оставить, скорее всего, объяснивать. А ей говорить гардности, потому что, ну, как бы, для вас она важна. Важна. С другой стороны. С другой стороны. Это очень похоже на то, что вы себе именно, знаете как, разрешаете говорить гардности. То есть, вы пишите, что я опускаюсь до того, чтобы говорить гардности, опускаюсь. То есть, как бы, как бы... Получается, получается, по сути, что... А, вот, вы... А... То, что вы опускаетесь... А, вот... Как вы говорите. Что вы опускаете. А... Это... Ну, что-то, я не знаю, да... Что-то, может быть... Плохое. То, что вы опускаете. А... Понимаете? То есть, вы... Что происходит? Происходит запрет на выражение... Чувств... Своих... Ну... По сути. Вот, как бы... И... Вопрос... Возникает... Возникает... И... Именно... Вот, именно в этом вопрос... Дальше. Эм... Так... Эм... Значит... Сейчас заказывает мне помощь... Такая подружка какая-то... Любит шумать... Потом, долго помогая... Начинает приказывать во всем... Что я ей сделала на шее... Что я ей сделала на шее... Что я ей сделала на шее... И... И... Ну... Так... Не нужно принимать помощь... От нее... Вы же сами эту помощь принимаете... А потом... Жалуется у нее... Что она... Типа вот... Такая шука... Опять же... Это и есть... Это и есть... Личная ответственность... Дальше... Если я вдруг... Начинаю... Эм... Отказывать помощь... И говорить... Что я такие партизанско-военные отношения... В доме не устраиваю... Чтобы я свои правила... В своем доме... Своими водиками... Строил... А у нее... Все должны дружить... Ну... То там и право... Вы живете на ее территории... И... Соответственно... Правила она устанавливает... Правила она устанавливает... Да... Но обратите внимание на то... Что она... Нужно... Опять же... Мужиками... Да... Обесценивает мужчин... И... Обратите внимание на то... Что... Что ее не устраивает... У нее нет личных границ... И у вас... Не... Не должно быть... В общем... То... Всячески... Демонстрирует свою доминацию... И... Ну... Ну... Это... Классический... Депрессивный... Горбодиакан... Депрессивный... Машиндром... Поведения... А вот... Говорит... Что... Я... Вообще... Не понимаю... Кто... Зачем... И... Но... Я... Я... Сказал... Когда меня начинают трясти... Уже от нее... Созрительнохватает за комбинар... Начинает искать квартиры... Думает... И думаю... Сейчас приедут... Я не наоборот телефонный... И так не хочу... Вообще... Вообще... Это здорово... Опыт... Пока... Пока... Вы найдете самые отношения... Вам не с кем не построится... И никак в вашей жизни не улучшится... Более того... Воспособность ехать... вас тоже не появится. Я понимаю, что вы вот верите, как бы, в то, что у вас такая возможность в пуне, да, что вы найдёте возможность въехать, на самом деле нет, на самом деле нет. Такой возможности не будет, на самом деле у вас. То есть вы не свидетельствует. Потому что вам нравится то, что происходит. Так вы получаете основное внимание, которое вам нужно, которое вам нужно. Я не хочу отдавать ребенку, если, или хочу максимально быть рядом, а тут происходят эти скандалы, тут у вас грезёт. Вы думаете, это ему на пульсе идёт? Как бы, вы с ребенком для чего хотите быть рядом? Чтобы ему было хорошо, чтобы ему было здорово, чтобы он, ну как бы, имел, да, всё, что нужно. А что он имеет по итогу? Трясущуюся истеричную маму и бабушку, которая обесценивает его просто так? Лучше уж ясли. Там, где ему будет, хотя бы, более адекватное отношение, раз, и второе, привыкнет, с одной стороны, полагаться на себя, с другой стороны, научиться взаимодействовать с другими людьми. Вот. То есть, такое, такое ощущение, что вы не, вы сами не хотите, не хотите от ребенка, как бы, отдаляться, боитесь его подрать, и, что он вам нужен для чего-то. Такое у меня возникло чувство. Вот. Потому что сама росла с полутора лет с тужими людьми, и от меня не так до четырнадцати. Боюсь, я тоже наложил отпечаток на мои сними отношения. Наложил. Только, ещё раз повторю, то, что вы жили с полутора лет с тужими людьми, да, и то, как вы, и то, как вы ведете себя сейчас своим ребенком, лучше не делать. Вы, по сути, жертвуете всем ради того, чтобы быть ребенком. Вредно для него, и то, и другое. То есть, в дядях и нянех нет ничего плохого. Главное, подход. Главное, то, как вы это организовываете. К примеру, вас, что нам организовывало, это плохо. Чтобы мыслить, что, о-о-о, ну, чтобы мыслить, что, о-о-о, это наносило вред. Вам и отношениям с ней вы можете организовать всё хорошо, и ничего плохого не будет. Но для этого требуется что-то делать. Для этого требуются активные действия. Вот. Вы, опять же, судите здесь категорично. Эм, так, не хочу, чтобы у нас с сыном было так же. Ну, может быть, именно так же сын у вас не будет, но если он будет растить в такой автономке, будет что-то другое, и, кто знает, может быть, ещё хуже. Вообще, здрасте всегда влилось, когда нас с мамой сравнивали внешние ей копии. Я не хочу быть у неё в прохозе. Но вы и так ведете себя, как она, на самом деле. Вы так ведете себя, как она, в плане того, что вы очень категорично, вы тоже описываете мужчин, вы не выражаете своих чувств, да, и, по сути, в некоторой степени ведете себя инфантильно, потому что это, что не желаете обратно на себя ответственность. Ну, вот вам уже похоже. А вот то, что вы свидетельство говорит о том, что вы себя не принимаете. То есть вы говорите, что вы не хотите быть на неё похожи, но вы, мама, это часть вам. Как бы вам не хотелось эту честность принять, обратить себя во благо. И тогда пусть сравнивают, пусть не сравнивают. Какая разница? Что делать, как отбудить ситуацию, как удохомить свои эмоции? Эмоции удохомить, можно только найти им выход адекватный. Ходить и нейтралитет. Нейтралитет найти не получится только при обучении бесконфликтного общения. Бесконфликтному общению могу вас обучить. Ну, или любой другой специалист может сделать. Вот. В целом, обиды на маму отпустить вам необходимо. Это тоже делается в работе с психологом. Вот. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.